На уроках иконописи и православной истории ребята узнали много нового о родном городе и решили создать 15-минутный мультфильм, посвященный основателю Саровского монастыря первоначальнику Иоанну. Вообще первоначальника Иоанна не было, ни монастыря бы не было, ни города, ни батюшки Серафима бы не было. И очень обидно, когда люди не знают о началах нашего города. В проекте первоначальник сочетаются иконописные традиции, современные компьютерные программы, 2D-анимации. Принимая участие в создании фильма, ребята познакомились с профессиями художника-мультипликатора, художника-фановщика, а также приобрели навыки видеомонтажа и освоили работу на графических планшетах. Проект носит, конечно, еще для них такой краеведческий, такой некий характер поисковый. Они пройдут, как бы исследуют всю жизнь первоначальника Иоанна. Они посетят село Красное, где родился первоначальник Иоанн. Они поедут в Санкт-Петербург на место гибели первоначальника Иоанна. Для того, чтобы исторические факты были максимально достоверными, авторы проекта примут участие во встречах с историками. Обществом «Саровская пустыня» также отправятся в Нижний Новгород к археологам, для того, чтобы своими глазами увидеть то, как мог выглядеть Саров в те времена. Такой вот достаточно широкий проект в течение года. Он будет, вот, начинаем мы с 1 декабря и закончится он в ноябре. И мы надеемся, что в ноябре будет в Духовно-научном центре будет премьера нашего, такая широкая премьера нашего мультфильма. Он будет где-то приблизительно 15 минут. Нашему мультфильму «Первоначальник». Ирина Вышекородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.